Саран Саран, с вами Реран и это должна была быть теория к клипу BTS MyGrab, но я поняла, что чтобы рассказать вам свою теорию по MyGrab, мне придется вернуться к некоторым другим клипам, которые между собой неразрывно связаны и по ним нет теории на канале. Истории BTS нам рассказывают о взрослении парней, своего рода отражая психологические трудности, с которыми сталкиваются другие подростки, ну да и многие другие люди в принципе. Но есть некоторые работы, которые немного отличаются от остальных, это Fire, Not Today и теперь MyGrab, и дело тут не только в черных человечках. Эти работы сосредоточены не на психологии человека, а на социальных проблемах, неравенстве и угнетении. Проще говоря, BTS выступают против системы несправедливого общества. Другими словами, это также можно назвать революцией BTS. По сути, многие работы BTS сосредоточены именно на этой проблеме, так что список не ограничен только Fire, Not Today и MyGrab. И именно поэтому я хочу начать с клипа No. Вот вам вторая бомба BTS, вот-вот разразится новая революция, говорит нам Нам Джун. Будем условно считать No началом революции, так за что и против чего решили сразиться BTS. Представьте себе, что в этом клипе нам показан наш обычный мир, только акценты расставлены таким образом, чтобы показать несправедливое, неправильное, испорченное общество в контрасте, где есть свои лидеры, которые создают законы и диктуют правила, подчиняя своей воле остальных. Соответственно, есть остальные люди, кто подчинился правилам и потерял свою индивидуальность, став словно клоном друг друга. И есть другие, кто все еще свободен от стереотипов общества, например, как дети и подростки, и именно на них направлена основная волна внушения со стороны общества и ее лидеров. Это своего рода информационное зомбирование и притупление личности, и у них есть два выбора – остаться такими, как они есть, или подчиниться и стать такими, как все. С очевидными вещами закончили, переходим к символике. Красный цвет – это символ лидерства, власти и силы. Если честно, я не смогла подобрать одно какое-то конкретное слово, кто и узнает, что там задумали в Биг Хит. Но давайте будем считать, что это сила в очень широком смысле слова и отталкиваться путем именно от лидерства. В клипе Ноу понятие лидера граничит со словом подчинение. Это лидер-диктатор с красной полоской в области глаз, то есть он является фокусом внимания для всех остальных. Эти формулы отображают информационное зомбирование со своими законами и правилами. И в конце концов вот эти красные таблетки, которые направлены на притупление личности. Если обратиться к фильму «Матрица», то синяя таблетка показывает мир иллюзий, а красная таблетка открывает глаза на реальность. Так как в клипе Ноу эта таблетка означает, что детей с детства приобщают к взрослой реальности, заставляя те же вы учиться и думать о так называемом счастливом будущем, чем лишают их возможности мечтать и оставаться собой. Эти же таблетки, кстати, мы можем видеть в коротком фильме Джина. Да, они тоже стояли на столе, как символ того, что Джин застрял в своих мечтах и ничего не хочет предпринимать для того, чтобы повзрослеть. Но мы возвращаемся к Ноу. Белый мир – это счастливый мир, счастье которого на самом деле, как мы уже разобрались, довольно фальшиво и двулично. После выхода клипа «Сприндэй» многие прочитали рассказ-притчу Урсулы Легвин, называющейся «Уходящий из Амелоса». Эта притча повествует нам о счастливом утопическом городе Амелосе, счастье которого так же, как и в клипе Ноу, фальшиво и двулично. Клип «Сприндэй» вышел спустя 4 года после Ноу, но такое чувство, что мораль «Уходящих из Амелоса» вошла в историю Бонтан еще в 2013. Амелос является вымышленным городом, но отражает наш реальный мир. Так и в клипе Ноу этот белый мир отражает наш реальный мир, где общество и его люди навязывают нам искаженное понятие счастья. Как вы уже поняли, все эти одноликие люди с белыми полосками – это члены общества, которые лишили своей индивидуальности. Но сама мораль притчи «Уходящих из Амелоса» кроется в козле отпущения, который принесен в жертву ради того, чтобы все остальные были счастливы. Эта мораль деления общества на первый и второй сорт не является чем-то новым, будучи одной из глобальнейших проблем нашего мира. Шуга произносит. Кто превратил нас в машин для учебы? Не станешь первым сортом – будешь второсортным. Что в разрезе клипа и песни Ноу будет звучать, как если ты не стал таким, как все, сохранив свою индивидуальность, то общество будет считать тебя ущербом и лузером. И если все эти люди в белом являются первым сортом, то кто является их противоположностью? Вполне логично, что те, кто в черном. Кого угнетают и подавляют, и кто сохранил свою личность и индивидуальность. Поэтому черный цвет – символ тех, кто из-за своей непохожести на остальных испытывает угнетение и несправедливость со стороны общества. Следовательно, BTS здесь показаны в качестве подростков, которые подвергаются давлению. Но в широком смысле это люди, чью личность угнетают и пытаются подавить. После того, как Чунгук отводит взгляд от лидера-диктатора, на символичном уровне он замечает то, что творится вокруг. Это становится причиной бунта. В песне есть слова. Хочу играть, хочу есть, хочу сорвать школьную форму. Сорвать форму – это значит избавиться от давления со стороны школы и взрослых. По моей теории, в клипе это означает буквально черную одежду, которая является символом угнетения со стороны остальных. Именно это нам показано в камбэк-триллере BTS. Вот мини-революция, в которой побеждают BTS. Ну, это же BTS. Когда я смотрю на этот взрыв, мне кажется, что Бан Ши Хёк, продюсер Бантан, уже тогда спланировал в пае. За три года до. Ведь можно было просто устроить погром, например. Но нет, здесь происходит именно взрыв. После своего мини-восстания BTS избавились от рамок и давления, а следовательно от черной одежды тоже. Вот она лестница, и она показывает вершину ценностей этого несправедливого белого мира. То, что называется фальшивым счастьем. И это не то счастье, к которому стремятся BTS, поэтому они спускаются вниз и уходят. Но наш реальный мир – это не город или лестница, с которой можно уйти. В нем есть определенные правила. Ты либо элита, либо отброс. Либо в белом, либо в черном. Давайте вернемся к моменту, где BTS принимает красную таблетку, подавляющую личность. Вот в этот момент, вот здесь, появляется ощущение, что мы попадаем во что-то вроде сознания, ребят. Их черно-белая одежда может отражать одновременно и угнетение, и свободолюбие. И именно эта черта заставляет восстать против системы, нарушить законы этого общества, отказаться быть или снобами, или лузерами. Своим нежеланием соответствовать остальным, BTS бросают вызов, в ответ на что общество снова и снова пытается их подавить. Естественно, они выигрывают очередной бой, не позволив завладеть собой. Но в Ноу мы видим только начало революции, которую развязали BTS. Они будут сражаться за справедливость и не станут подчиняться правилам. Клип довольно символично заканчивается черным бонтановским броником с белыми деталями, которые отливают красным цветом. Пуле непробиваемым теперь предстоит собрать целую армию единомышленников, чтобы сразиться с этим несправедливым белым миром. Мне раньше казалось, что до эры Хвоян Йонгва BTS затрагивали общие проблемы в вымышленных сюжетах. Теперь же я вижу, что непрерывная история реальных BTS лежит с самого первого клипа Бонтан, к которому мы сейчас возвращаться, конечно же, не будем. Но что касается Ноу, здесь нам показано семеро парней, которые, будучи еще школьниками, хотели выбрать свой личный путь, а не тот, что навязывается взрослыми или обществом. Да, в принципе, не только Ноу, а вообще весь их альбом был посвящен этому. И они готовы бороться за это. А что произойдет дальше, мы узнаем в Clipify. Так что не забудьте подписаться на канал и дождаться следующей теории, где я поделюсь своими открытиями, включая значение упавшей машины или момент, где Ту Хён гладит джина утюгом. Давайте соберем много-много лайков, чтобы я поскорее опубликовала продолжение. Саран-саран, с вами была Ари Ран, я вас всех люблю и целую. Пока-пока-пока!